Добрый вечер, уважаемые коллеги. Благодарю за возможность выступить здесь. Мой доклад заключительный, надеюсь, он будет таким же интересным. Разбор клинического случая с позиции врача ультразвуковой диагностики. Так поступила к нам пациентка 61 года, самостоятельно обнаружила у себя в правой молочной железе нечетко пальпируемое уплотнение, после чего была направлена на УЗИ. Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате АЛОКО с датчиком 7,5 МГц в режиме малой части. При осмотре кожные покровы не изменены, сосок не изменен. Молочные железы с участками фиброзно-жировой трансформации, что соответствует возрастной инволюции. Протоки не расширены, стромальные элементы уплотнены. В левой молочной железе очаговая патология не выявлена. В верхнем наружном квадранте правой молочной железы на 11 часах удалось визуализировать гипоэхогенное образование размерами 1,5 на 0,7 мм, с неровными местами, нечетким краем, неоднородной мелкозернистой структуры, с эхогенными включениями до 1 мм, по ЦДК авоскулярное. В заключении было выставлено ультразвуковые признаки очагового образования правой молочной железы БерАЦ-4. Итак, вот оно, это образование. На первый взгляд оно кажется с достаточно четким контуром, но если приглядеться, по бокам оно имеет контуры нечеткие, в связи с чем и было заподозрено на злокачественное образование. Также структура, как мы видим, мелкозернистая, с включениями, неоднородная. Образование было расценено врачом ультразвуковой диагностики как подозрительное на ЦР с вероятностью от 2 до 94%. Пациентка была направлена на консультацию к врачу-онкологу, после чего была произведена тонкоигольная аспирационная биопсия. Для уточнения диагноза и дальнейшей тактики ведения пациентки совместно с врачом ультразвуковой диагностики под контролем ультразвука выполнена трепан-биопсия правой молочной железы. Итак, пожалуйста, видеослайд. Посмотрите, как желательно визуализировать образование. Очень важно видеть саму иглу, потому что если игла не будет видна на УЗИ, то мы пройдем за образованием и результат, соответственно, будет неверный. Дальше хочу показать вам секторальную резекцию. Для полного гистологического диагноза разбавили мы немного сухие тексты, видео, и макропрепарат. Макропрепарат, пожалуйста. На разрезе видно белесоватое образование с нечетким краем. И по гистологическому диагнозу это инвазивная протоковая аденокарцинома высокой степени дифференцировки. Гормон независимая. Если есть вопросы по ультразвуковой диагностике, пожалуйста, задавайте. Ну, если нет, то спасибо за внимание. Можно все-таки? Ну, вот вы показали столько инвазий, и она тонкоигольная эспирационная биопсия. Какой был результат получен? Клетки с ацепией. Ну, то есть я так думаю, что вы попали в узел, и все было хорошо. Да, но тем не менее обязательно делать потом еще и трепан-биопсию. Такая трепан-биопсия была выполнена? Да, ну вот мы последовательно все это и выполнили. То есть ей была выполнена сначала тонкоигольная эспирационная биопсия? Да, затем трепан-биопсия, и затем уже она отправлена на сектор. То есть рак был верифицирован у нее на этапе еще цитологической диагностики или на этапе трепан-биопсии? Вот конкретно сейчас ответить не смогу, но, видимо, понадобилось дополнительное исследование, причем она уже была отправлена на сектор. Но в итоге, в целом, мы дифференцировали и получили диагноз. Тогда у меня вопрос, собственно, по ультразвуковой картине. Как часто вы сталкиваетесь вот с такими минимальными признаками злокачественности, их назовем, при вашей практике? Вообще любое образование, которое на взгляд врача ультразвуковой диагностики, если оно имеет хоть немного признаков, которые мы расцениваем как злокачественные, то уже мы отправляем на дальнейшую диагностику. Достаточно часто бывает такое. Когда особенно проходят дни открытых дверей, пациенты, они приходят сами уже с уплотнениями, то есть они самостоятельно это выявляют, и, соответственно, ультразвуковая картина будет соответствующая. Вы можете сказать примерно, в какой частоте случаев ваши подозрения оказываются оправданными? К сожалению, довольно часто. Хотелось бы, чтобы меньше болезни. На самом деле это хорошо, что ваши подозрения часто оказываются оправданными. Есть у кого-нибудь вопросы? У меня комментарий. Спасибо большое за блестящий доклад, хороший доклад. У меня пожелание к тем, кто будет выступать завтра. У нас тема все-таки нашего научно-практической школы, мультидисциплинарный подход, лечение рака молочной железы. А я все чаще-чаще слышу, что я врач лучевой диагностики, я патолог, я онколог, я клинический онколог, то есть химиотерапевт. Мы здесь все-таки, если кто завтра будет выступать, по возможности обсудить с коллегами те моменты, которые вы не знаете. Нам надо преподносить позицию. Да, вы можете более глубоко узнать ее как специалист лучевой диагностики, но вы должны знать те вопросы, которые могут быть так или иначе связаны со всех позиций. Анна Сергеевна, я права? Татьяна Юрьевна, я абсолютно права, потому что, если честно, вот скажем, если я с позиции морфолога буду смотреть на случай, который вы представили, то это, на мой взгляд, довольно круглый узел с довольно четким контуром. И для меня удивительно, что вы получили заключение высоко дифференцированного рака протокового. Но, тем не менее, он все-таки не самый четкий, потому что конкретные участки, они уже были смутными. Ну вот, может быть, в таком контексте бы я бы тогда просила вас подискутировать с вашим морфологом или обсудить вообще, в принципе, вот эти позиции, что считать четким на УЗИ, насколько четкий узел, чтобы и клиницистам, которые не являются врачами ультразвуковой диагностики, но в ряде случаев онкологи сами выполняют ультразвуковое исследование, в нашем институте тоже стоят ультразвуковые аппараты на отделениях, на специализированных, и им было бы интересно, наверное, поучиться у вас, какие вот эти минимальные признаки должны их в большей степени тревожить, и какова корреляция того, что вы видите, с тем, что видит морфолог, например. То есть в таком контексте, я думаю, что это было бы более продуктивно. Ну, спасибо. 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 Я тогда позволю себе заключительное слово, так как у меня не было возможности сказать вступительное слово. Я вас благодарю всех за то, что вы нашли в себе силы и энтузиазм приехать сюда. Вот я надеюсь, что вам хватит их и на завтрашний день, потому что я еще раз вам напомню, основная концепция вообще всей этой программы – это действительно говорить о необходимости и говорить о том, как достичь коммуникации между различными специалистами, которые задействованы в диагностике и лечении пациентов с онкологическими, в первую очередь, конечно, заболеваниями. Я думаю, что сегодняшний день был довольно показателен, и уже у тех, кто здесь присутствует, не осталось сомнений в том, что такая комплексная работа необходима, она более эффективна, и она позволяет достичь лучших онкологических результатов для пациентов, для наших в первую очередь. Кроме того, это, конечно, безусловно, позволяет нам всем учиться друг у друга, развиваться, расти, становиться профессионалами в том деле, которым мы занимаемся, потому что, когда мы сужаемся до своей области конкретной, мы себя ограничиваем, мы лишаем себя взгляда на картину целиком. Для нас, как для морфологов, это очень актуально, потому что, когда мы особенно имеем дело с биопсийным материалом, с малым материалом, вы хотите от нас зачастую невозможного, чтобы мы, видя миллиметровую частичку человека, сказали вам всё о нём. Но мы говорим, нет, мы не можем, мы хотим от вас информации, это объективное требование. Поэтому, и как Никита Александрович говорил, действительно, в ряде случаев существует, это очень большая проблема, отсутствие взаимопонимания. Мы вроде бы пользуемся одними и теми же словами, но каждый из нас вкладывает в них разный смысл. Существуют классификации, существуют рекомендации, которые отчасти призваны решить эту проблему, но не всегда это получается без живого общения. Да, это иногда бывает организационно сложно, нам тяжело встретиться, мы работаем в разных зданиях, в разных корпусах, на разных этажах, но тем не менее, я думаю, что если каждый из вас постарается пойти навстречу другому, преодолеть эти расстояния, то вы все почувствуете, какое это даёт вам преимущество. И я хотела бы подбодрить тех, кто, может быть, встретил критику здесь, в наших стенах, чтобы вы не расстраивались, потому что мне очень нравится высказывание Уинстона Черчилля, который говорил о том, что успех – это путь от неудачи к неудаче с неугасающим энтузиазмом. Это очень хорошее высказывание, мне кажется, потому что мы все здесь собрались для того, чтобы учиться. Даже те, кто, казалось бы, вас учат, здесь для того, чтобы учиться самим, в том числе учиться у вас. И у вас здесь есть очень большая возможность научиться не просто подходу к диагностике или к лечению, к выбору тактики или стратегии, к выбору препарата, но и к тому, чтобы готовить свои мысли, их докладывать, презентовать случаи свои, смотреть, как это можно делать, как это делают другие. И в то же время, несмотря на то, что все мы работаем в разных условиях, иногда в ограниченных ресурсах, то это не может вам помешать анализировать информацию, которую вы получаете. Это не может вам помешать читать, и это ни в коем мере не может помешать вам думать. И вы, как врачи, должны это делать. Это ваша обязанность. А здесь у вас есть возможность поучиться этому у других людей, пообщаться с людьми, завязать контакты, завязать связи профессиональные, которые позволят вам учиться и расти дальше, и повышать свой профессионализм. на благо всех нас и вас. Я вас благодарю. Ура! До завтра. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...